Доброе утро, солнечная Хакасия! Просыпайся, любимая республика! Это утро, как, впрочем, и каждое утро рабочего дня. С вами встречает телеканал РТС, программа «Утро Хакасии». И мы, ее ведущие, Наталья Чудина. И Кирилл Ермаков. И сегодня мы, как обычно, узнаем новости погоды и новости республики, научимся вышивать погон, обсудим главную свадьбу года и свадебные тренды нынешнего сезона. Да и просто интересно проведем время вместе. Так что не переключайтесь. Сегодня, 22 мая, день рождения тюбика зубной пасты. Уже никто и не помнит, что когда-то средства для чистки зубов, а это был порошок, хранили в бумажных пакетах или в стеклянных банках. Но это было крайне неудобно, и чаще всего содержимое оказывалось на полу, а не на зубной щетке. И вот в 1892 году дантиста Вашингтона Шеффилда из Нью-Лондона посетила гениальная мысль. Он вспомнил своего друга-художника и его практичные тюбики с краской. И по их типу создал зубные тюбики. А порошок просто развел водой. Сейчас, как посчитали всемогучие статистики, в среднем житель планеты Земля потребляет примерно от 8 до 10 упаковок зубной пасты в год. В общем, изобретение пользуется успехом. А по народному календарю сегодня день Николы Летнего. Николай Чудотворец, один из самых почитаемых в православной церкви святых, является покровителем и защитником влюбленных пар. Поэтому в этот день незамужние девушки просили, чтобы он послал им хорошего мужа. Николин день – важная дата и в сельскохозяйственном календаре. С этого времени начинали сев яровых и высадку огурцов. А если в этот день пойдет дождь, то он обещал хороший урожай. О том, ждет ли нас дождь сегодня, мы узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды. Один день намека на лето подарит нам погода сегодня, 22 мая. Как сообщают синоптики, не обойдется в этот день без небольших кратковременных осадков. Однако это не помешает воздуху прогреться к обеду в среднем до 19 градусов. Будут теплыми и ночные температуры. А способствует этому небо, пропускающее максимум солнечных лучей, поскольку будет преимущественно малооблачно. Правда, не везде оно окажется таким. К примеру, в Абакане небо прояснится только к полудню. И то ненадолго. Но об этом чуть позже, а пока давайте пробежимся по Хакасии. В Черногорске, Усть-Абакане и Сорске сегодня переменная облачность. В течение дня не исключен небольшой дождь. В светлое время суток на термометрах 16-20 градусов, в темные от 8 до 12 выше ноля. Маловероятны осадки в этот день в Саиногорске, Бее и Белом Яре. Воздух здесь относительно жаркий, плюс 19-20. В ночные часы столбики термометров покажут 11 градусов со знаком плюс. Небо над Аскизом, Баградом и Ширам 22 мая будет облачным с прояснениями и никаких намеков на осадки. В столице Ширинского района сегодня плюс 16, ночью не больше плюс 10. В Баграде и Аскизе на 3-4 градуса выше, на термометрах 19-20 тепла. В Абазе, Таштыпе и Копьево облачно, преимущественно без осадков. Днем жители этих территорий порадуют 16-19 градусов со знаком плюс. Ночью плюс 7-11. С жителями и гостями Абакана 22 мая солнце будет играть в кошки-мышки. По крайней мере, так обещают синоптики. Утром и вечером здесь пасмурно, в начале дня даже, возможно, небольшой дождь, а вот в дневные часы будет ясно. После полудня столбики термометров остановятся у отметки 20 градусов тепла. Ночью плюс 12. Ветер юго-западный с парами до 18 метров в секунду. В Москве прошел традиционный велопарад. 30 тысяч человек из 20 стран стали его участниками. Среди них даже посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. На своих железных конях спортсмены-любители преодолели 16 километров. Для того, чтобы ехать веселее, многие готовились заранее, украсив себя и свои велосипеды. Колонна сделала полный круг по Садовому кольцу, которое было специально перекрыто. Ну а что интересного и важного случилось и еще случится в Хакасим, узнаем прямо сейчас из новостей. Накануне в Абакане завершился отопительный период, который из-за холодов был возобновлен 18 мая. В связи с гидравлическими испытаниями в столице Хакасии отключат горячую воду с 8 утра от 24 мая до полуночи 31 мая. Последний школьный звонок в школах Абакана прозвенит в 10 утра в среду 23 мая. Это символ окончания учебного года, за которым следуют экзамены. В этом году на государственную итоговую аттестацию выходят 888 выпускников 11 классов и 1775 выпускников 9 классов. Жители многоэтажек Абазы могут снизить тарифы на электроэнергию. Дома уже давно отрезаны от газа, люди пользуются электроплитами. Вот только тариф на электроэнергию до сих пор как для газифицированного дома без понижающего коэффициента. Абазинцы переплачивают большие суммы в месяц, выходит до 500 рублей. Виктор Зимин поручил разработать снижение тарифа для этих домов. А на месте заброшенных газгольдеров после их демонтажа будут установлены детские площадки. Фестиваль электронной музыки SolarBase пройдет в Хакасии этим летом 6 июля на площади перед Республиканским музейным центром. Подготовка к событию уже началась. Что нас ждет в этом году? Нам это расскажет один из организаторов фестиваля Екатерина Мальцева. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, отбор уже стартовал к фестивалю. Кто в нем может принять участие? Это могут принять участие творческие люди. Это также как диджеи, композиторы, музыкально-вокальные, танцоры. То есть все люди, все, что связано с музыкой. Ну и молодежь. А куда же желающим можно обращаться? Где регистрироваться для участия? На сайте легко19.ru, SolarBase 2018, есть специальная анкета, где участник заполняет в номинацию сет, трек, рэп и танцы. Ну а уровень подготовки участников, он уже какой-то должен быть определенный или вы берете всех подряд? Конечно, мы берем всех подряд. Номинация у нас, каждая предусматривает 18+. В этом году у нас уже поступают заявки также и молодых ребят. Очень талантливые люди, оказывается, у нас есть в республике Хакасия, это очень здорово, где они могут себя показать. Я думаю, что на следующий год мы обязательно сделаем номинацию дети, также и диджеи, и танцоры, и музыканты, и исполнители. Ну вот география фестиваля, она ведь не ограничивается наверняка только нашей республикой. Есть ли участники по опыту прошлого фестиваля из других регионов, а может быть даже из стран? Есть участники, и мы далеко вышли на другой уровень. Наш фестиваль можно уже официально считать еще с позапрошлого года. Он у нас стал международным. В прошлом году у нас участвовалось 11 стран мира. Аналога в России нет, и по миру тоже, и это очень радует нас. И в этом году уже поступили заявки от других восьми государств. А кто будет оценивать выступление участников? Жюри, профессиональные люди, ну и в том числе победители прошлогоднего фестиваля SolarBase 2017. Ранее фестиваль назывался «Евролета», затем получил поддержку республиканских властей и новое название SolarBase. Тем самым вышел на новый уровень. В прошлом году хедлайнером фестиваля была Лена Темникова. Кто порадует нас в этом году своим выступлением? В этом году, в прошлом году, если у нас была Елена Темникова, и у нас были номинации «Сет», «Трек» и «Танцы», в этом году мы добавили номинацию «Рэп», ну и как бы все логично, и к нам приедет Егор Крид. Сложно было уговорить? Да, переговоры велись на протяжении полугода, так что маленькая у нас, скажем, республика, да, маленький город Абакан, и мероприятие такого огромного масштаба. Думали, посмотрели прошлогодние видеоматериалы, фотографии, и после этого не было слов, и с удовольствием согласился приехать к нам в республику Хакасия. Наверное, Егор позвонил просто Елене Темниковой и спросил, ну как ты в прошлом году съездила? Все понравилось. Все понравилось. Ну ладно, тогда я. Молодежь республики, которая не сможет присутствовать в этот день возле площади Республиканского музея, где она все это сможет увидеть? Молодежь и не только молодежь. Люди могут зайти на сайт легко19.ru, где будет вестись прямая трансляция. Еще у нас планируется быть блогеры, где через соцсети люди тоже могут увидеть наш фестиваль. То есть трансляции будет, если даже по какой-то причине нет возможности посетить? Да, очень многие люди, как говорили мы до этого, с многих государств участвуют, в том числе и города России, это от Москвы до Калининграда, там за Уралом, да, люди, у которых не у каждой есть возможность приехать на наш фестиваль. Они и участники, в том числе, которые не смогут приехать на фестиваль SolarBase, они это могут все увидеть у нас на сайте. Спасибо большое, что пришли к нам этим утром, ответили на наши вопросы. Ну а мы рекомендуем вам оставаться этим утром вместе с нами, впереди нас ждет еще много интересного. Наташ, ну все-таки согласись, май очень богат на разные события. Это и праздник мира и труда, это и День Победы, и посевная кампания. Ты забыл про еще одно важное событие. Чемпионат мира по хоккею, к сожалению, наша сборная уступила канадцам в четвертьфинале, впрочем, как и финны. Финляндия была явным претендентом на финал, но, увы, фаворитам первенства явно не повезло. Но что касается сборной Суоми, то камнем преткновения неожиданно для всех стала сборная Швейцарии. Эта команда в ответственных матчах сыграла на твердую пятерку. Для начала швейцарцы вынесли тех же финнов, а затем обыграли и наших обидчиков, канадцев, и вышли в финал бороться за золото. И не говорим. Поэтому в рубрике «Пять фактов» поговорим об этой удивительной стране. Ну а начнем со сборной Швейцарии. Матч Канада-Швейцария. Сыр у последних, а дырки у сборной кленовых листьев. На хоккейном турнире швейцарцы удивили сами себя. В таких случаях, говорят, шансы есть у всех, но не у каждого. В своей группе, группе А, Швейцария шла ни шатка ни валка, набрав 12 очков и чудом зацепилась за нужное четвертое место, опередив на очко Словакию. Но в решающих матчах альпинистов понесло. В четвертьфинале они обыграли финнов 3-2. В полуфинале разобрались с канадцами с тем же счетом и вышли в финал. Поначалу шведы обрадовались такому развитию событий, но когда началась игра, скандинавам стало не до смеха. Шведы всю игру догоняли Белокрестовых, кое-как пережили овертайм и только по булитам сумели взять золото. Хоккейная Швейцария ликует это достижение, повторить которое может быть и не удастся. Считается, что самые точные в мире часы швейцарские, они же самые дорогие и самые презентабельные. В Швейцарии создают не просто часы, а произведения искусства и с годами этот аксессуар только набирает цену. В Швейцарии были придуманы карманные часы с боем на рубиновых камнях. Мастера могут одну шестеренку вытачивать несколько недель, а одни часы собирать несколько месяцев. Это действительно штучный продукт. Самые дорогие часы имеют на задней крышке гравировку 1.1. Это означает, что такие часы единственные на планете. Швейцарский сыр обладает богатым составом витаминов В, А, П, П, С, Д, Е, бета-каротина, а также минеральных веществ. Железо, цинк, медь, марганец, сера, фосфор, калий, натрий, магний и, конечно же, кальций. А фосфор и кальций являются ключевыми элементами для формирования костей и зубов. По содержанию витаминов А и Е этот сыр можно поставить на второе место после сливочного масла. К примеру, витамин А, защитник кожи, слезистых оболочек, регулятор процессов роста и зрения. К производству шоколада швейцарцы подходят с большой ответственностью. Оно контролируется на всех этапах. Большая часть фабрик производит швейцарский шоколад вручную и выполняют главную работу мужчины. Женщины лишь помогают. Швейцарский шоколад – это только натуральные ингредиенты. Молоко для его приготовления используется местное. Оно завозится на фабрике из альпийских лугов. К выбору какао-бобов подход особый. Это Эквадор, Ганна, Венесуэла. В общем, с тех мест, где выращиваются какао-бобы класса премиум. А знаете ли вы, что в Швейцарии образование бесплатное, в том числе и для иностранцев? А свой переход через Альпы Суворов совершил по территории Швейцарии. А елки здесь можно выбрасывать только один день в году. И в самом начале января. В Швейцарии на улицах нет бездомных собак и кошек. А тем временем Россия готовится к предстоящему чемпионату мира по футболу. Готовится к этому событию даже в Красноярском крае. Хоть там и не будет футбольных баталий. Так сотрудники Красноярского парка Флоры и Фауны Роев Ручей сделали двум Альпака модные стрижки. 16 часов ушло у специалистов на эти самые стрижки. Животным выстригли шорты и маечки, а последним штрихом стали выстриженные футбольные мячи. Альпака Ромео и Джульетта уже не раз удивляли посетителей своим прикидом. Стригли их уже и под балерину, и под пуделя. На стрижку одного животного уходит до 8 часов. Но и это не все сюрпризы из соседнего региона. К чемпионату мира также в Роевом ручье недавно родились гималайские медвежата. Их назвали в честь прославленных звезд советского футбола – Яшин и Стрельцов. Теперь осталось научить их гонять мяч, ну или хотя бы просто делать утреннюю зарядку. Доброе утро, Хакасия! С вами я, инструктор групповых программ Кабанова Юля. И сегодня я вам проведу утреннюю зарядку. Приступаем к нашему спортивному комплексу. И сегодня у нас инвентарь силовой. В данном случае у нас гантели. А у вас могут быть либо бутылка воды различным весом. Для того, чтобы вам было эффективно выполнить данное упражнение, обязательно следите за техникой. Так, первое упражнение. Сегодня будет достаточно сложный комплекс. Опускаемся в положении планки. Грудная клетка раскрыта. Животы втянули. Пятки тянутся назад. Ноги, колени прямые, вытянуты. Начинаем добавлять динамику. Разворот. Раскрылись. На секундочку зафиксировались. Опускаемся вниз. Раскрылись. Посмотрели обязательно на работающую руку вверх. Вернулись. Таз не проваливается. Кружимся. Из стороны в сторону вниз. Повторяем. В зависимости от вашего уровня подготовки по 8-10 раз. Еще разок. Даем себе 30 секунд отдыха. И продолжаем. Переходим к следующему упражнению. Если вам тяжело отжиматься на прямых ногах, вы можете отжиматься на коленях. Я покажу отжимания на прямых ногах. Ольга покажет на коленях. Руки на ширине. Гантели можно развернуть, чтобы удобно было. Если вы не можете глубоко опускаться, вы можете выбирать маленькую плиту. Если вы чувствуете, что вы можете глубже, опускайтесь глубже. Раз в 8. И достаточно. Молодцы. И третье у нас упражнение, которое добавит вам работу в кардионагрузку. Соответственно, вы немножечко пропотеете. Зарядитесь энергией. И почувствуйте жар во всем теле. Возвращаемся в исходное положение планки. Медленно начинаем подтягивать к себе колено. Обязательно тянем колено к груди. Если вы чувствуете, что вам охота добавить нагрузки, добавьте динамики. Чем чаще упражнение, чем чаще дыхание. 30-40 секунд будет достаточно. Возвращаемся в исходное положение. Ну что, вы разогрелись. Желаю вам хорошего дня и до скорых встреч. Самое обсуждаемое событие прошедшего уикенда, которое подтверждает слова знаменитой песни «Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца». В общем, речь, естественно, о свадьбе британского принца Гарри, младшего сына принцессы Дианы и принца Чарльза. Его избранницей стала 36-летняя американская, теперь уже бывшая, актриса и модель. Меган Маркл с африканскими корнями. Для новоиспеченной принцессы это уже второй по счету брак. Однако сей факт нисколько не омрачил церемонию венчания в Виндзорском замке. Самой обсуждаемой деталью которого стал наряд невесты. Надо сказать, что он был довольно классическим и скромным, выполненным в стиле минималистической элегантности. Кирилл, подожди, ну неужели у них на Туманном Альбионе нет суеверий, связанных с Маем. Ну, вроде как, жениться в Мае всю жизнь потом мается. Ну, думаю, королевским парам Май не помеха. А вот наши молодожены уже на низком старте. Ведь до конца Мая всего 10 дней. И для всех принцесс Хакасии сейчас наша рубрика «Тренды бренды». Ольга Баргаякова расскажет все о свадебной моде. В свадебном образе все должно быть продумано до мелочей. Как не упустить главного в приятных предсвадебных хлопотах будущим женам Абакана рассказали мэтре свадебного дела на первой вечеринке невесты или брайтс-пати. В один голос они уверяют, что главный тренд этого сезона не быть как все, при этом оставаясь естественной. В этом сезоне, чему мы очень рады, тренды для причесок – это естественность. То есть уже нет таких огромных начосов, как раньше были. Все очень красиво, естественно. И это совершенно не придает возраста невесте, никаких дополнительных лет. Если волосы длинные, грех их не распустить. Но в таком случае максимум легкие локоны. А вот среди собранных причесок в тренде узлы. Вы будете самой модной невестой, если вместо фаты отдадите предпочтение украшению ручной работы или живым цветам. Что касается макияжа, здесь только естественность и натуральность. На первое место, наверное, выступает у нас нюд. То есть не самая, конечно, постребованная идея для макияжа невесты, но тем не менее это только в нашем регионе. На самом деле, вот такая вот светящаяся кожа, чистая, натуральные бровки, глазки, решенные в каких-то экологичных, таких нежных цветах, натуральные губки. Это все очень здорово, это подчеркивает красоту девочки. Стрелки в свадебном образе – это писк, моды. А еще тренд из трендов – глянцевая помада. Акцент, как и положено, либо на глазах, либо на губах. Но самым смелым никто не запрещает совмещать два в одном. Главное, чтобы прическа и макияж гармонировали с нарядом и наоборот. Я уже выбрала свой образ, пока не буду раскрывать все тайны. Выбирала его за полгода. У меня он более классический, более такой утонченный образ. И я думаю, что у нас будет отличная свадьба. Свадебное платье. Как много в этом слове для сердца девушки слилось. Каждая будущая невеста с детства представляет себя в образе принцессы в этот день. Поэтому классическое пышное платье – не сломимый шаблон. Хотя стилисты советуют обратить внимание на стиль Боха и Русти. Самое первое, что всегда девочкам говорю, это индивидуальность. То есть платье, даже если оно классическое, стараться выбирать максимально не такое, как у всех. Это самый главный тренд – быть не такой, как все. Далее, у нас в тренде глубокие V-образные выреза, как спереди, так и сзади. Но главное выбирать невульгарность. То есть все равно это невеста, она нежная, она скромная. То есть идем в пользу скромности. Платье длины миди в стиле минимализм отлично подойдет для свадьбы на двоих или в путешествии. Выбирая классический вариант, забудьте о кринолине. Это антитренд. А вот шлейфа бояться не стоит. Поистине королевский атрибут легко убирается в любой момент торжества. Если говорить о затратах, то за наряд в этом сезоне в среднем придется выложить от 25 до 50 тысяч рублей. Прическа и макияж стоят до трех с половиной тысяч. Но все это мелочи по сравнению со счастливой улыбкой невесты, которая украсит ее в день свадьбы лучше самых драгоценных бриллиентов. В мире набирает популярность плоггинг – гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии. Зародился этот вид спорта в Швеции. Главная его особенность во время пробежки – нужно собирать попавшийся на пути мусор. К движению бегунов-мусорщиков каждый день присоединяются сотни людей. Для этого нужно немного взять с собой на пробежку пакеты и собирать мусор, попадающийся на пути. А результат, естественно, выкладывать в Инстаграм. Куда уж без этого. Но перед тем, как бежать, послушаем звездный прогноз. Гороскоп предсказывает овнам прилив силы и энергии, что поможет реализовать задуманное. Тельцам придется действовать активно, чтобы доказать себе и коллегам, на что они способны. У близнецов продуктивный день, когда можно вынести опыт из всего, что сделано. Главное, чтобы раки не совершили прежних ошибок, иначе отношения рухнут. У львов могут появиться не только неприятели, но и соперники в любви. Девам придется отстаивать свои принципы, причем в обществе влиятельных людей. В финансовой сфере весы примут решение, достойное уважение. Скорпионы смогут достичь успеха в тех делах, в которых остальные коллеги абсолютно не разбираются. Новая стрижка или радикальный цвет волос. Вот, что нужно стрельцам. Многих козерогов ожидает командировка и открытие своего дела, для которого понадобится крупная сумма денег. Гороскоп не рекомендует водолеям с раннего утра выяснять отношения с любимым человеком. Рыбам лучше общаться с теми, кого они тысячу лет знают. Возрождение народных промыслов стало настоящим трендом в последнее время. Каждый регион России старается вывести давно забытые ремесла на новый уровень. Мастерицы из Хакасии провели мастер-класс по созданию национального украшения ПАГО. Рукодельницы показали свои работы, рассказали историю этого необычного аксессуара и поделились друг с другом опытом. ПАГО – исключительно женское украшение. Для хакасского народа оно имеет сакральное значение. В древности ПАГО считалось и берегом, и надевалось только по важным случаям. ПАГО изготавливала для своей дочери и мать. И она изготавливала в день один год. И подевание ПАГО было связано со срадьбой, с созданием новой семьи. И символизировала она богиня Умай. Богиня Умай – это плодородие, деторождение, здоровье, потольство. Чаще всего ПАГО изготавливается в форме подковы. Кроме бисера, его украшают раковинами каури, а не отпугивают злых духов. Перламутром защищает от болезней. И кораллами, которые приносят богатство. Имеет значение и цвет. Красный символизирует любовь, синий – небо, белый – свободу. По узорам ПАГО можно даже прочесть историю рода. Эта ПАГО мне передала моя бабушка. Здесь было два сына у этого человека. Два сына было. И на тот момент были внуки уже. Мелкий перламутр. Это означает, что этот род был очень богатый. Это означает его животных, которых они содержали, у него было очень много. Он разводил скопунов, разводил стадообец. Современный ПАГО чаще используют как украшение, а не оберег. Новые материалы, эксперименты с цветами и формой. Потому что традиционное, ты не поносишь ни на день рождения, допустим. Его нужно носить в такие праздники, как Тун-Паэран, на свадьбу кто-то может поносить. Такое современное, его носят на любые мероприятия. Многие участницы мастер-класса только начали знакомство с техникой создания ПАГО. Кому-то интересны традиционные каноны, кому-то новые техники. Для тех, кто хочет научиться вышивать ПАГО, открыт бесплатный кружок в республиканской библиотеке. Скоро здесь начнутся занятия по вышиванию хакасского орнамента и украшению национальных костюмов. Наташа, скажи, пожалуйста, тебе когда-нибудь подходили на улице и задавали вопросы, на которые ты не могла бы сходу ответить? Где находится нафилет? Или в вашей маме зять не нужен? Конечно, бывало, но знаешь, у меня есть целый список ответов на такие каверзные вопросы. Ну, я думаю, не на все каверзные вопросы у тебя найдется ответ. Вот, к примеру, скажи, когда у людей начинают расти золотые зубы? А вот жители Абакана смогли дать мне ответ на этот вопрос. Смотрим рубрику «Окей, город». Во сколько лет начинают расти золотые зубы? Не знаю. Ну, примерно. 40 лет где-то. У тебя есть золотые зубы? Нет. А знаешь кого-нибудь, у кого есть золотые зубы? Дедушку. 56. Я думаю, что 16 лет. Почему рваные джинсы модно, а рваные носки нет? Потому что в носках неудобно рваных ходить, а в джинсах, наверное, нравится. Дайте подумать. О, это сейчас время оригинальности и мотивы. Ну, не знаю, непонятно, наверное. Довольно странный вопрос, если честно, я сам не знаю, но... Трудно ответить. Как узнать, что сыр с плесенью испортился? Ну, сыр с плесенью обычный, он, наверное, завоняет. Как-то характерно. По-другому. А если он уже был с плесенью? Ну, плесень бывает разная. Как отличить? Ну, на сыре, который уже с плесенью, на нем же голубая плесень, а на обычном сыре, который просто заплеснил зеленое. А если заплеснил зерк с плесенью? А так может быть? Почему Моцарт новых треков не выпускает? Не понимаю даже, почему это они такие вот стали. Если честно, я не знаю. Потому что его нет. Вы первая, кто правильно ответил на этот вопрос сегодня, представляете? Вот таким выдалось это утро в Хакасии. Ну, а если вы что-то упустили, нашу программу вы можете посмотреть на сайте телекомпании РТС. И не только нашу программу, но и многое другое. Ну, а мы желаем вам отличного начала дня. И проведите его с телеканалом РТС.